Нашел такой интересный пример. Когда, например, люди начинают спорить о том, что от чего бывает, что является причиной чего-то. Споря об этом, они тоже обычно находятся на уровне отождествления, причем у каждого свои какие-то отождествления. Пример был такой, что само наблюдение, что какая-то причина или человек причиняет что-то, это не значит, что у этого объявления не может быть каких-нибудь других причин одновременно. Например, вот какая-то есть ситуация, и в каком-то контексте можем считать, что вот эта причина, чтобы на примере было понятно, допустим, кто-то умер, и нас интересует причина смерти. Причина смерти. Убили человека, причина смерти. И что мы назовем причиной смерти, зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим. То есть, если смотрит патало-анатом говорит, ну его отравили цианидом, то вот он и умер. То есть, причина смерти – это цианид, вот она причина смерти. Поэтому – все правильно. Ну соответственно, полицейский говорит «да нет, это на него сосед как бы подлил», то есть, причина смерти – сосед. Потому что, он его убил, что он убийца. Мы его арестовали. А если бы, например, смотрел какой-нибудь биохимик, он бы сказал «да нет, причина смерти заключается в том, что цианид попал там в клетку, он там растворил какой-то там фермент, да, из-за этого там нарушился метаболизм, организм поломался и поэтому умер. То есть, собственно говоря, вот причиной смерти является нарушение метаболизма. Какие там еще варианты могут быть? Ну, можно как бы, да, дальше пойти там. А если был какой-нибудь социолог, он бы сказал, ну так смотрите, почему соседи ненавидят друг друга в нашем обществе, да? Почему этот вот этому подлил яду, как бы, да? Ну, то есть, причина была какая-то, да? Причина какая? Потому что президент у нас плохой, ну, мало ли, кто-то еще нехороший, не платит ему зарплату, понимаешь? А этот живет, шикует, как бы, да, тот позавидовал, да, и типа вот, вот причина там зависть, к примеру. Вот, а какой-нибудь там психоаналитик, да, у меня еще пример был, да, он, допустим, скажет, нет, на самом деле вот у этого убийцы, да, у него там была какая-то травма, а сосед был похож на вот того человека, который его там в детстве травмировал, и он его за это ненавидел, эту ненависть у него там росла, росла в душе, да, и в конце концов он потерял над собой контроль, как бы, да, и, в общем, взял и вот эту, человек это все-таки придумал как-то и убил, там, да, а потом человек, например, попадает в суд и какой-нибудь адвокат говорит, да нет, тут как бы все просто, но он просто сумасшедший, невменяемый, ну, как бы, причина просто сумасшествия, просто сошел с ума, сажать в тюрьму его нельзя, потому что он сумасшедший, вот, как бы, вот, и поэтому все остальное, это уже просто последствия, вот, а там прокурор скажет, нет, 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 это у него злобное намерение было, у него было злобное намерение, он знал с самого начала, что он собирается сделать, он все продумал, да, придумал, как он все это сделает, то есть, подсумасшедшего не прокатишь, вот, а потом выходит какой-нибудь Жириновский и говорит, да, и это все потому, что в нашей стране отменили смертную казнь, вот если бы опять бы восстановили смертную казнь, вот, не боялись бы, не делали бы таких вещей, да, ну, и теперь вопрос на засыпку, как бы, да, так какая настоящая-то причина того, что человек умер, ну, и ответ на него явно находится не на уровне отождествления и даже не на уровне сходства, да, на уровне развлечения, а на уровне развлечения, развлечения мы понимаем, что то, что мы называем причиной чего-то, зависит от того, ну, какую роль, да, или какую идентичность мы в данном, ну, как, выбираем, как точку зрения для себя, потому что если мы выбираем какую-то точку зрения, значит, мы смотрим на, ну, как бы, на какое-то там намерение, то есть, с каким, с какой целью, да, грубо говоря, там, я это выясняю, потому что я всегда причиной выбираю то, что соответствует моей роли, да, то есть, например, если я патологоанатом, как бы, да, то есть, ну, моя задача какая, какое мы намерение, ну, выяснить, как бы, как бы, орудие убийства в чем состояло, да, ну, я это и говорю, вот, отрава, как бы, да, умер, потому что отравили, вот, а если я, там, биохимик, там, да, я говорю, нет, у меня-то цель какая, у меня цель понять, почему люди вообще от этого вещества умирают, да, то есть, как там этот механизм срабатывает, может, мы, как бы, изучив этот механизм, придумаем какой-нибудь антидот, да, дадим, и человек, там, не будет отравляться и так далее, то есть, получается, что задавать вопрос, в чем реальная причина, довольно бессмысленно, да, так же, как спрашивать, хорошо, когда человек курит или нехорошо, зависит от того, что он пытается добиться с помощью этого курения, вот, ну, и всего остального, чего пытаются, там, избежать те люди, рядом с которыми, например, делают.